Вы бы точно не хотели пропустить сегодняшний выпуск. Мы верим в Иисуса, но многие из нас не понимают, что Иисус — это путь к Отцу. Мы на пути. Но знаем ли мы, куда идем? Именно. Оставайтесь с нами, и вы все узнаете. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Будьте обильно благословенны. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Шалом. Меня зовут Рави Шнайдер. Добро пожаловать на этот выпуск передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня я начинаю новый цикл, который называется «Кто такой Отец?» Я верю, что этот цикл станет откровением, через которое наш Отец Небесный откроет вам, как сильно Он любит нас. Я хочу пригласить Бога Отца прийти и послужить всем нам. Бог, Отец, Папа, мы любим тебя. Ты сказал, что через юродство проповеди твоего слова люди спасутся. Папа, когда я буду проповедовать твое слово, я прошу, чтобы ты сверхъестественным образом показал своим людям, «Как сильно ты любишь нас и называешь сыновьями и дочерями». Во имя Иисуса, Отче, во славу Твою. Знаете, я называю Отца Папой. Писание говорит нам в послании к римлянам, что мы приняли Дух Божий и усыновление, которым взываем к Отцу Авва Отчим. Авва — это еврейское слово, которое означает «Папа». Бог стал нашим Папой, нашим Отцом. Иоанн сказал, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться детьми Божьими». Но для начала я хочу проанализировать то состояние, в котором находятся многие. Я считаю, что Церковь сделала Иисуса концом, а не путем к концу. Позвольте объяснить. Во-первых, Иисус — Бог. Бог существует в трех личностях — Отца, Сына и Святого Духа. Мы поклоняемся Иисусу точно так же, как и Отцу. Но многие из нас сделали Иисуса концом, а не путем к концу. Иными словами, если послушать наши песни про славление, они все — об Иисусе. Мы не упоминаем Отца. Многие верующие говорят об Иисусе, но не упоминают Отца Небесного. Я хочу, чтобы вы поняли. Иисус не конец, а путь к концу. Иисус сказал об этом Сам в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал, что Он путь, а Отец — конец. Иными словами, Иисус называл Себя путем к Небесному Отцу. И нам нужно прислушаться к Его словам. Итак, давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, 14 главу, 6 стих. «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Но многие из нас сделали путь финальной точкой назначения. Но Иисус — путь, а не точка назначения. Точка назначения — это любовь Отца. Иисус пришел, потому что Бог Отец послал Его к вам. Все это исходило от Отца. Мы с вами должны смотреть не только на Иисуса, но и на цель назначения за Иисусом, на Бога Отца. Иисус открыл нам, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, 17 главе, имя нашего Отца. Иными словами, до того, как Иисус пришел, евреи знали Бога как Яхве. Они не произносили святое имя Божие, потому что очень боялись того, что язычники узнают священное имя Божие. И поэтому они не говорили Яхве. Вместо этого они говорили Адонай или Господь. Но они знали Божье имя. Бог открыл свое имя детям Израиля через Моисея. В 17 главе Иоанна Иисус 6 раз говорит о том, что Он открыл имя Отца, имя Божие. И вот как Иисус об этом говорит. «Я открыл им твое имя». Он говорит, «Я явил им твое имя». И это имя, не священное имя Бога Яхве. Они уже знали это имя на протяжении полутора тысяч лет. Иисус открывал им другое имя Бога, а именно Отец. И вот почему они хотели побить Иисуса камнями и убить Его. Иисус называл Бога своим Отцом. Но именно ради этого и пришел Иисус, чтобы даровать нам взаимоотношения с Богом, в которых Бог становится нашим Папой и Отцом. Нам дали Дух усыновления. В Иисусе Папа стал нашим Отцом. Я не хочу спешить. Мы уделим несколько недель этой теме, рассматривая ее под разными углами. Но я хочу сказать вам одну важную вещь. Познание Отца — это ответ на все. Когда вы знаете, что у вас есть Папа, и ваш Папа — это Бог, то все ваши проблемы решатся. Иисус сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я считаю, что главная истина, способная освободить нас, это истина о том, что Бог — наш Отец. Отец — наш Папа. Что Он очень любит нас, и что все обетования Божии в Нем, да, и в Нем, аминь. Все потому, что Бог, наш Отец, любит нас. Он исполнит свои обещания. Мы также должны знать, что мы сыновья и дочери Божии. В нас Его божественная ДНК. И ведь когда мы знаем, кто наш Отец, мы знаем, кто мы. Я верю, что понять свою личность и судьбу можно только тогда, когда мы знаем Бога, как своего Отца. Я буду затрагивать этот вопрос, вновь и вновь делиться с вами Писаниями, потому что это откровение изменит вашу жизнь. По крайней мере, так должно быть. Вы должны поменять свое мышление, свои мысли, свое представление о Боге. Он не просто Творец. Он тот, кто родил вас, сотворил. Он любит вас, потому что Он ваш Отец. Если вы примете эти слова не как от меня, а как от священного Бога, они изменят ваше духовное ДНК и дадут вам совершенную свободу. Я благословляю вас на Богопознание нашего Отца. Я надеюсь, вы также рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле, я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со Скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, разве не должны мы? Проповедующие Евангелие. Собирать средства с тех, кто получает обетование. Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась наше служение, вы получите награду на небесах. Те, кто поддерживает нас, благословит вас Бог, шалом. Вернемся к нашей программе. Я хочу начать с того, что многие христиане считают Иисуса точкой назначения. Но Иисус — это путь к точке назначения. В послании к римлянам 11 главе 36 стихе мы читаем о нем, об Отце. Итак, послание к римлянам говорит, «Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». Итак, Бог Отец — это точка назначения. Все исходит от Него и возвращается к Нему. В лоне Бога Отца находится Сын. Иисус есть воплощение Божьего Сына на веки в лоне Отца. Он всегда был, есть и будет. В Евангелии от Иоанна 1 главе мы видим замечательные слова. «Все пришло от Отца». Сын в недре Отца. Каждый верующий знает это местописание. Мы посмотрим, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». А также Евангелие от Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякие верующие в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус умер на кресте, потому что Отец послал Его умереть на кресте, потому что Отец любит вас. Иисус пошел на крест, потому что за Ним стояла любовь Папы, пославшего Его. Отец послал Иисуса, потому что любит вас. Папа, Бог Отец, хотел привести вас к Себе, и поэтому послал Своего Сына, чтобы Он умер за ваши грехи, и вы смогли прийти к Нему. Иисус не точка назначения, Он путь к этой точке. Вот почему Иешуа сказал в 14 главе, 6 стихе, это то же самое Евангелие от Иоанна, «Я есть им путь». Иисус называл Себя путем. Он не называл Себя точкой назначения, но путем. Только послушайте эти замечательные слова. Иисус сказал так. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус был путем, к точке назначения, а именно к нашему Небесному Отцу. Я хочу вас спросить, вы концентрируетесь только на Иисусе, не понимая, что в первую очередь вам нужен Отец? Помните, Иисус сказал, что Отец больше Него. Иисус пришел благодаря любви Отца. Иисус был послан из-за любви Отца. И благодаря Иисусу вы теперь можете прийти к Отцу. Иисус сказал, «Я есть им путь, истина и жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Осознание этого может изменить вас духовно. Вам нужен не только Спаситель и Господь Иисус, но и Папа, Отец. Я хочу вас спросить, «Вы слушаете песни про славления, в которых говорится лишь об Иисусе?» Тогда вы очень мало поклоняетесь Отцу. Вы сделали Иисуса финальной точкой, не осознавая при этом, что за Иисусом стоит Небесный Отец. Когда вы молитесь, то вы обращаетесь к Иисусу или к Отцу. Иисус в молитве показал нам пример, что мы должны молиться Отцу. Он сказал, «Молитесь же так, Отче наш, Сущий на небесах». Но я хочу задать вам один вопрос. Когда вы молитесь, то в основном обращаетесь к Иисусу, не понимая того, что Иисус говорил нам в первую очередь молиться Отцу во имя Его. Когда мы с вами примем это откровение, оно изменит нашу жизнь. Мы поймем, что должны сконцентрироваться на Отце. Поймите меня правильно. Иисус — наш Бог и Спаситель. Но Иисус открыл нам, что на первом месте стоит Отец. Иисус — это путь к Отцу. Я очень хочу, чтобы вы поняли, что я не пытаюсь преуменьшить значение Иисуса. Иисус есть Бог. Я не преуменьшаю значение Духа Святого. Он также Бог. Я верю в Отца, Сына и Духа Святого. Но многие живут двукратной, а не троекратной верой. Библия говорит, что три ветви, сложенные вместе, нельзя сломать. В древнем храме был внешний двор, святое и святое святых. Мы так видим эту параллель в Аврааме, Исааке и Иакове. Мы видим троекратные откровения об Отце, Сыне и Святом Духе. Но многие из нас живут двукратной, а не троекратной верой. У нас есть отношение с Иисусом. Мы пригласили Духа Святого в свою жизнь. Мы концентрируемся на них. Но мы забываем о самой важной части о нашем Отце. Иисус пришел благодаря Отцу. И Дух Святой был излит согласно плану Отца. Я призываю вас изменить свое сердце, разум и путь. Вам и мне нужны отношения с Богом Отцом, Папой. Вот ради чего пришел Иисус. Чтобы дать нам отношения с Богом Отцом. И чтобы мы познали Его как Папу. Иисус сказал, что никто не приходит к Отцу только как через Него. Он показал нам, что к Отцу можно прийти лишь через Сына. Никто не может познать Бога как Папу вне Иисуса. Точно так же никто не может прийти к Иисусу, если Ему не откроет Отец. Я повторю это еще раз, потому что это крайне важная мысль, которую многие, к сожалению, упускают. Никто не может прийти к Отцу как только через Сына. Никто не может прийти к Отцу как только через Иисуса Христа. И наоборот. Никто не может прийти к Сыну, если Отец не откроет Ему Сына. В шестой главе Евангелия от Иоанна Иисус открывает тайну о том, что Он хлеб жизни, сошедший с небес. И если мы не будем пить Его кровь и есть Его плоть, то не будем иметь жизнь. Он учил глубоким истинам и тайным. Люди не могли принять их. Они говорили, кто это? Мы знаем Его мать и Отца, Иосифа и Марию. А Он говорит нам, что пришел с небес? Он говорит, чтобы мы пили Его кровь и ели Его плод? Послушайте, что Иисус ответил им. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день. Это та же самая шестая глава Евангелия от Иоанна, 44 стих. Иисус говорит, «Никто не может прийти ко Мне, если Его не привлечет Отец». Иными словами, вы не можете принять то слово, откровение, которым Я делюсь с вами. Но Иисус сказал далее, «Не бурчите, не осуждайте Меня, потому что никто не может прийти ко Мне, если Его не привлечет Отец». А далее Иисус продолжает, «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Иисус говорил, «Я путь к Отцу, но никто не придет ко Мне, если Отец не привлечет Его». Иисус говорит, что «всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». То есть к Нему, к Иисусу. Мы видим, что большинство людей ушло после этих слов. Осталось лишь несколько человек. И в 65 стихе Иисус смотрит на тех, кто остался и говорит, «Для того-то, и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет Ему от Отца Моего». Итак, никто не может прийти к Отцу, как только через Сына. И никто не может прийти к Сыну, как только через Отца. Давайте посмотрим, как все это работает. Откроем послание к Ефесиным. Это удивительное теологическое основание моего учения, о котором сегодня мы говорим. Давайте задумаемся на минутку. Павел говорит тут такие слова. «Благословен Бог и Отец». Давайте посмотрим первую главу с третьего по седьмой стих. «Примите Слово Божие в свой дух». Итак, слова Павла. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Он делает ударение на Отца. Все послания Павла начинались со слов «Благодать и мир, да пребудут с вами от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Обратите внимание, что Павел делает ударение на Отца, потому что с Него все начинается. Я хочу сказать вот что. Многие из нас не ставят Отца на первое место в своем христианском пути. Мы заканчиваем все на Иисусе. Мы сделали Иисуса началом и концом. Мы думаем лишь об Иисусе, но мы должны понять, что Он привел нас к Отцу. Он учил нас, как прийти к Отцу. И принимая Иисуса в свою жизнь, мы можем познать Бога как Отца. Иисус знает Отца. Мы принимаем Иисуса, который находится в Отце. В Иисусе Бог становится нашим Отцом точно так же, как и Отцом самого Иисуса. Хождение Иисуса основывалось на Его отношениях с Отцом. Благодаря искуплению Иисуса нас усыновили, и мы тоже должны сконцентрироваться на Отце. Я предлагаю вам продолжить читать с послания Ефесиным первую главу. Это очень важный цикл, о котором мы с вами здесь говорим. Я не советую вам пропускать выпуски этого цикла. Итак, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Пожалуйста, слушайте эти послания, закажите этот цикл. Вы можете слушать его вновь и вновь, но примите это слово. Когда вы примете откровение о том, что Бог ваш Папа, когда вы начнете воспринимать Бога как Отца и Папу, когда вы осознаете, как сильно Отец любит вас, то это изменит все в вашей жизни, в вашей голове. Мы начнем ходить в невероятной свободе, уверенности и ясности. Все наши нужды будут восполнены. Когда мы знаем, кто наш Отец, мы знаем, кто мы такие, знаем, куда идем, откуда пришли и каково наше предназначение, вы начнете доверять Его обетованиям, потому что вы знаете, что Папа любит вас. А так как Он любит вас, Он исполнит все обетования в Своем Слове для вас. Я люблю вас. Я рад, что могу поделиться этим словом с вами. Отче, во имя Иисуса я высвобождаю твои благословения над твоими детьми, которые смотрят эту передачу во имя Иешуа Хамашиаха. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа, а сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность, возможность давать. Иисус сказал, блажение давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно, благословлены. Шалом, друзья. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Спасибо, что подняли мою веру на новый уровень с помощью удивительных учений. Я больше прежнего ощущаю, что Иисус любит меня. Бонита из Калифорнии. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok